Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Поговорим сегодня о теме о том, как мы интерпретируем жизнь, как наше отношение влияет к жизни. Потому что, когда мы смотрим на что-то, мы создаем это. То есть, это может быть сложно понять поначалу, но мы сначала создаем, а потом это воспринимаем. И получается, что, соответственно, наше восприятие зависит от того, как мы это создаем. Насколько сильно, в каких эмоциональных тонах, как мы это создаем, то есть процесс создания. И получается, что верно такое выражение, что отношение к жизни определяет то, каким мы видим мир. И как мы мыслим, как мы чувствуем себя, как мы взаимодействуем с другими людьми. То есть, все это очень-очень, ну скажем так, важный момент. И каждый человек может это пронаблюдать на своей жизни. Почему я об этом говорю? Потому что, когда мы строим свою жизнь, мы вкладываем в нее что-то. И потом это получаем от жизни. Таким же образом происходит у каждого человека. Хотя и нам хочется, бывает иногда сказать, что это кто-то строит нашу жизнь, кто-то влияет на нее. Но все же это делает мы, как сознание. И этот пример очень важен. Почему? Потому что многие, например, смотрели фильм «Секрет», когда мы хотим получить что-то, хотим получить желаемое. Но тут возникает вопрос, если сознание что-то создает, значит мы это и получаем. Мы получаем как желаемое, так и нежелаемое. В данном случае этот процесс очень прост, потому что мы что-то вкладываем во Вселенную. Вкладываем свое отношение, вкладываем свои эмоции, вкладываем многие вещи. И получается, что этот вклад, он к нам возвращается. Так же, как говорят, знаете, принцип обмена, чтобы что-то получить, важно что-то дать. Вот таким образом происходит постоянное создание и получение этого. Так же, как в квантовой физике, есть такое понятие, что частичка, она переходит из одного состояния в другое. То есть она одновременно и появляется, и исчезает. То есть она куда-то уходит, потом снова появляется. Это тоже процесс такого взаимодействия. И каждый из нас этот процесс может наблюдать на себе. Потому что вы можете взять любой пример и посмотреть, когда вы что-то действительно вкладывали во Вселенную, то вы и получали отдачу. То есть не просто вы что-то вложили и это куда-то потерялось. В любом случае вы получали отдачу. Может быть это происходило не моментально, а не вот так вы вложили и сразу произошла отдача. Может быть нужно было какое-то время для этого. Потому что у нас физическая Вселенная есть как бы такое понятие линейного времени, которое течет якобы от прошлого через настоящее к будущему. Но на самом деле все происходит одномоментно. И это можно увидеть. И поэтому каждый из нас может создавать что-то прямо в настоящем моменте. То есть вы можете представить, как вы достигаете то, что действительно хотите. То есть это может быть, например, какое-то путешествие, желаемый бизнес, отношение с любимым человеком. Такие сессии можно делать на постоянной основе. То есть самое главное это не вкладывать туда какое-то усилие. А вот что такое отношение. Это то, как вы чувствуете, как вы относитесь к этому. То есть вы, вот отношение, например, да. Я люблю собак. Что это означает? Это означает, что я отношусь к ним доброжелательно, с радостью, положительно. То есть это отношение к жизни. Или я прекрасно плаваю. Да, это тоже отношение. То есть это то, как выражается ваше взаимодействие с кем-то, с собой, с другими людьми, с природой, со вселенной. Вот это и есть отношение. То есть так как то, что вы вкладываете, получается, так же и это относится к вам. То есть если вы вложите отношение, а я не умею плавать, соответственно, вы и не будете уметь плавать. Или, например, когда человек говорит, я болен. То есть это тоже негативно влияет на него. И все эти мысли негативные, они идут из ума. Они накапливаются. И вот посмотрите, например, на некоторых людей. Они почему-то проявляют себя довольно странно, негативным образом. То есть распространяют суждения о том, как все плохо и тому подобное. Ну, соответственно, с такими людьми довольно сложно вместе находиться. И то есть влияние их бывает, ну, сказывается на вас. Да, то есть приходите, пообщались с человеком, и потом состояние ухудшается. Поэтому, что очень важно, это быть осознанным. И вот эти вот негативные вещи, которые накопились у вас, убирать. А если это негативные люди какие-то, то просто общение с ними прекращать. По крайней мере, на то, что касается тем, которые мешают вам, которые вносят какой-то дисбаланс в вашу жизнь. Вот. И таким образом поддерживать свое отношение на максимально таком энергетически высоком уровне. То есть лучше всего это уровень воодушевления, энтузиазма, когда вы хотите жить. И тогда вы наполняете вашу жизнь счастьем, гармонией, радостью. Вот. И ваша жизнь начинает меняться. Она становится осознанной, гармоничной, целостной, радостной. То есть она наполняется счастьем, и, соответственно, вам хочется жить. То есть вы живете не просто потому, что так нужно, да? А вы живете в радость, с воодушевлением, в гармонии. И вот это и есть настоящая жизнь. Давайте можем сделать небольшую практику, посмотрим, как отношение действует, как оно влияет на вашу жизнь. Сядьте в удобном месте, закройте ваши глаза, создайте пространство для сессии с помощью вашего намерения. Потом создайте себя в этом пространстве, почувствуйте, где вы находитесь, где находится ваше тело. Вот. И создайте какое-то намерение, отношение к жизни, то есть которое вы хотите проявлять, которое у вас есть. Например, я с любовью отношусь ко всем людям на земле. Это тоже отношение. Почувствуйте эту любовь, ощутите, включите других людей, вот, кому вы ее проявляете. Можно все больше и больше людей включить, вот, то есть насколько это возможно. То есть вы можете включать в нее всех людей, кого вы хотите, кому вы хотите проявить эту любовь. Потом расширять это. Если появляются вот эти негативные какие-то суждения, что там, я к этому человеку не могу проявить любовь, или тут я где-то, что-то там, ну вот, теряется вот это отношение любви. Смотрите просто, с чем связано вот это вот противодействие. Откуда оно идет, это противодействие. И рассматривайте его. То есть не подавляйте, а наоборот, дайте его проявиться. Просто посмотрите, откуда оно вылазит и рассмотрите, как есть. Потому что, когда вы смотрите с помощью своего внимания, это постепенно начинает исчезать. То есть в этом и суть любой практики. Любая практика помогает человеку исцелить. То есть за счет смотрения. То есть вы смотрите, наблюдаете. Происходит воспроизведение в точности, как есть, то, как это было создано, и это исчезает. Вот это и есть практика рассмотрения. Она применяется в процессинге, в любых других практиках. Вот, то есть здесь нет никакого там, не знаю, сверхъестественного или колдовства, или чего-то такого. Это простые законы. Законы физики, законы вселенной. Если вы сможете это применять, это будет действовать. Поэтому рассматривайте то, что приходит, если что-то сопротивляется, мешает. Рассматривайте это как есть. Давайте ему проявиться, и пусть оно растворяется в этом потоке любви. И так расширяйте ваше пространство. И это намерение любви пусть распространяется на всю вселенную. То есть, чтобы вы почувствовали его максимально широко. И когда вы почувствуете максимально широко, просто дайте этому намерению, отношению перетечь в вашу жизнь. Чтобы оно поплатилось, и вы вжили в этом состоянии любви, счастья, гармонии. И оно распространялось на всех людей, на всех живых существ. Вот таким вот образом это происходит. Ну, на этом, да, это конец практики. Если у вас остаются какие-то вопросы, или что-то не получается по практике, вы пишите мне в личные сообщения или в вайбере. Все мои контакты указаны под этим видео, и мы сможем сделать бесплатную консультацию, где я отвечу на вопросы и расскажу подробнее о том, как можно улучшить именно состояние в вашей ситуации. Вот, и это поможет, это улучшит его. Самое главное, вы почувствуете о том, что вы можете проявлять это отношение к жизни, и получать от жизни именно то, что необходимо для вас. На этом, друзья, мы, пожалуй, будем на сегодня заканчивать. Если это видео вам понравилось, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, включите колокольчик, это напоминание о новых видео, они выходят у меня на канале ежедневно. И, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Вот, я уверен, оно будет тоже им полезно, приятно. Напишите в ваш комментарий, что вы думаете, может, задайте какой-то вопрос. Это тоже помогает моему каналу развиваться. Я отвечу на него, и другие люди смогут прочитать. Поэтому смело проявляйте активность, тем более все мои контакты под этим видео. Добавляйтесь в друзья в соцсетях, можем общаться. То есть я открыт к общению и буду рад, если вы будете писать, задавать ваши вопросы. Вот, на экране сейчас появились видео. Вы можете посмотреть их. Это видео о процессинге, о том, как справляться с негативным зарядом, и о том, как улучшать качество жизни. Также в описании к этому видео моей книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». Рекомендую их к прочтению, кому интересна тема улучшения качества жизни. Да, напомню, меня зовут Шевченко Александр. Я основатель Академии Счастья, создатель новой цивилизации. И я вас приглашаю в Академию Счастья и желаю всего наилучшего. Да, а мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи, друзья!